всем привет меня зовут юрий моша я продолжаю цикл программ о том как живут русские в сша и выкладываю эти ролики на канале youtube я развернул камеру во первых как вы просили будем буду показывать окрестности нью-йорка во вторых особо нечего смотреть на мое обгоревшее лицо потому что только приехал с отпуска и довольно сильно сгорел несмотря то что меня сто раз предупреждали что надо мазаться кремом но окей и так продолжаем русская америка не знаю там уже какой-то 50 ролик и сегодня я расскажу о том чем обещал рассказать в анонсе парни а таксисте александре который живет в америке при этом приехал сюда имея в кармане всего 1200 долларов он приехал с украины приехал со своими родителями с женой с двумя детьми и действительно на всех них они имели всего-навсего 1200 долларов при этом когда он приехал в америку как только вопрос как только нашел квартиру из него попросили 600 долларов задатка за депозит за квартиру да то есть за первый там месяц вот ну и вот как бы и он отдал там осталось не 600 долларов и сразу пошел работать как и он так и жена ну и вот потихоньку потихоньку он начал становиться на ноги сейчас он имеет дом сейчас он имеет хорошую работу вот таксистом он оказывается подрабатывает по вечерам а вообще он работает на грузовой машине и привозит медикаменты спецодежду в госпитале он выучил детей на адвоката сына и на врача на логопеда дочку я вам скажу что это довольно дорогого удовольствия учеба таких профессий в на такие профессии в америке вот и я так понимаю он брал какой-то кредит для того чтобы заплатить за образование ну в америке все построено на кредитах поэтому как бы это нормально здесь маленькие проценты и я думаю что и дом конечно покупал в кредит вот и мне конечно понравился его задор его энергия жизненная да то есть он говорит ну вот чтобы я там в украине ну чтобы я сумел бы там пять раз в год отдыхать да то есть нет не сумел бы до чтобы я бы сумел иметь такой дом который час имеет да нет конечно у меня такого дома не было вот то есть америка ему все дала то есть он доволен он доволен жизнью он там посетил практически все карибские острова у меня перечислял там чем там аруба отличается там от доминиканы от ямайки вот абагамских островов там то есть человек видно что человек посетил действительно все 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 карибы причем это все было в разное время и человек любит путешествовать человек любит наслаждаться жизнью вот приятно конечно что таких людей большинство в сша и все кто уезжает да он говорил что первое время было трудно там три-четыре месяца говорит ну просто вот вот честно говоря каждый день думал все собираем вещи и уезжаем назад но пересилил себя с каждым месяцем с каждым годом все стало легче и легче и вот таким образом как бы он сейчас живет и я так понимаю что очень рад что когда-то он сделал этот правильный выбор в 90-е годы он уехал с украиной в америку ну вот как кратко то есть я вам говорю что еще раз подтверждаю что можно уехать это кстати же 2 история рассказывал одну историю людей у которых я снимаю часть жилого дома а я рассказывал историю моего родственника тоже то есть поможет это звучать третья история о том что в америку можно приехать абсолютно без денег не нужно завести миллионы можно приехать с двумя тысячами долларов и этого будет достаточно чтобы начать свой свою свою жизнь в новой стране я сейчас еду в манхэттен я не знаю наверное вы видите впереди хотя может быть камера не дает такое разрешение как раз небоскребы манхэттеновские еду в манхэттен у меня встреча с моим товарищем эндрио хэмильтоном это человек который сейчас работает в белом доме вот и он снял документальный фильм про россию который называется русская мечта russian dream я тоже попал в этот фильм ну мне повезло что методах поставили сюжетом потому что там конечно очень серьезные серьезные ну люди дают интервью ну алексей навальный в частности ксения собчак посол сша в россии макфол джемисом фаерстоун это человек который был работодателем магнитского ну и там целый список веларионов ну целый список людей там порядка 50 человек известных людей которым не безразлична судьба россии судьба моей родины и фильм рассказывается как раз фирме рассказывается о том все-таки что же такое русская мечта что же хотят русские люди почему русские люди настолько пассивны почему они терпят этого тирана этого воришку который сейчас сидит в кремле почему они не способны на переворот почему они все-таки трусливы по натуре своей да вот эндрю несмотря на то что он американец он приехал сюда в детском возрасте пять или семь лет ему было или три годика даже по моему спрошу у него сегодня вот он пытается понять пытается понять вот эту этот русский менталитет это русское сознание и и ему американцу не безразлична судьба россии так почему же нам россиянам большинству россиянам до 90 наверное 5 процентам безразлична судьба страны почему все привыкли почему все свыклись что россии правят воры россии правят единая россия партия которая преступная по натуре своей до которая которая грабит народ которая издевается над своим народом вот эту проблему эндрю поднял в как бы в фильме я помогал эндрю в частности там искать монтажеров для фильма помогал ему немножко финансово и вы знаете что удивительно что например он выложил сюжет ну как бы ролик фильма о том что будет фильмы на кикстартере это такой стартап такая интернет площадка на котором можно собирать как бы донейшен ну это деньги и собрал 15 тысяч долларов от людей которые живут от иммигрантов которые живут в америке которым не безразлична судьба судьба в россии то есть 15 тысяч долларов кто-то 100 долларов давал кто-то 5 долларов давал да кто-то там три доллара давал и вот за два месяца он собрал 15 тысяч долларов на этот фильм и на эти деньги он там нанимал оператора он нанимал монтажера сейчас вот ролик на самом деле есть в в интернете я сейчас его еще под этим под этим моим под этим моим сюжетом выложу ролик фильма кому интересно посмотрите пожалуйста вот действительно как бы хоро хорошее хорошее документальное кино и очень интересные персоны в фильме сняты я думаю что фильм ждет успеха ну я отключаюсь потому что длинные ролики обещал не делать так как у многих в россии плохой интернет и люди просят все-таки ролики снимать покороче чтобы можно было их легко загрузить и сейчас включусь через пять минут продолжу делать новые сюжеты